Личность легендарного Чапаева всегда привлекала людей своей яркостью, неординарностью и смелостью. В минувшие выходные жители и гости столицы ненадолго вернулись в прошлое и стали современниками легендарного полководца. Это стало возможным благодаря интерактивному проекту «Чапай зовет на чай», который прошел в сквере Чапаева. Как выглядит Василий Чапаев, знают все. Его образ давно запечатлен в умах и сердцах людей. Статный силуэт, традиционная бурка, папаха, сабля и, конечно же, усы. О личности их обладателей известно многое. Но что мы знаем об усах? Мнения о том, для чего нужны были Чапаеву усы, разделились. Время задуматься это дает. Вы вопрос задали, я вот должен сразу отвечать. А так бы я сказал, да, усы. Для храбрости, мне кажется. Для солидности. Ну и, наверное, жениться хотел еще. В усах вся сила. А как бы эта сила помогла Ночдиву в современном мире? Горожане с радостью пофантазировали и о том, кем бы сейчас стал Чапай. Экскурсантом. Он бы пошел, наверное, в ОМОН. Он это дело любил и был бы, наверное, к делу. Это боевой товарищ. Я думаю, что он где-нибудь в Министерстве вооруженных сил или в Генштабе работал. Он был бы рядом с Шойгу. Или его опередил даже. В лидерских качествах полководца сомнений нет ни у кого. Но есть человек, который узнал о них не из учебников истории. Имя бабушка просила оставить в тайне. Но поделиться историей согласилась. Мама моя знала Чапаева. Мальчишка он был. Очень такой отважный мальчик. Все время, как говорится, все его слушались. Вся молодежь, все мальчишки за ним тянулись в то время уже. И все хотели с ним дружить. Он о себе не думал. Он думал, как бы помочь людям. У него вот такой характер был. Стойкий характер помогал Чапаю и в сражениях. Чапаев не знал поражения, кроме одного, когда он погиб. Вот это тоже удивительная ситуация. Ведь он любил книгу «Суворова наука побеждать». Едва научившись читать, он эту книгу не расставался с ней. И эта книга дала ему возможность достичь сердца каждого солдата. Что солдаты его безумно любили и готовы были за него отдать жизнь. А поэтому он поражения ни в чем не знал. Танцы, музыка, мода, игры, быт того времени. Все это можно было увидеть на площадке «Чапай зовет на чай». Военный лагерь столетней давности разбили участники клуба исторической реконструкции «Русский егерь». Мастер-класс по скручиванию шинели и завариванию чая – квось программы. Иван-чай намного вкуснее и самовара. Как старину, как сам Чапаев пил. На площадке национального телевидения «Чуваши» тоже ажиотаж. Оказалось, горожане много знают о знаменитом земляке. С большим интересом отвечали на вопросы викторины. В каких городах есть памятники Чапаеву? Чапаеву, Балакова, Чапаевский, по-моему, где-то в Урале. Самые активные участники получили призы. Примерить собственноручно сделанные усы желающих было хоть отбавляй. В конкурсе рисунков тоже. Кончарная мастерская под открытым небом для особенно творческих натур. Мастер показывает высший пилотаж. Повторить такое непросто. Начинать нужно с малого – фигурок животных. В конце праздника все, кто собрался в сквере, образовали большой хоровод вокруг Чапаев. Татьяна Молокова, Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин. Республика.